...специальных лактобактерий, которые помогают укреплять иммунитет. Актимэль – ежедневная помощь иммунитету. Каждый выходит на ринг за победой. Они хладнокровны и расчётливы. Каждый раунд – розыгрыш хитроумных комбинаций. Каждый удар – шах. Каждый финал – мат противнику. Кто сказал, что бокс не шахматый? Классика профессионального бокса. Сегодня. Их боготворят болельщики и ненавидят противники. Они проповедуют религию мяча и кольца. Для них поражение – несмываемый позор. А победа – всего лишь данность и стимул к дальнейшим приумкам. NBA Live. Сегодня. Классика бокса «Нокаут-ТВ». Классика бокса «Нокаут-ТВ». Сан-Антонио, штат Техас. Юфредо Васкес в красных трусах защищает свой титул чемпиона WBA в первом полулёгком весе от притязаний Орландо Канезалеса. Американца, который поднялся в новую для себя весовую категорию. И проводит очень и очень хороший бой. Да, ударной мощи ему не хватает настолько, чтобы сломить Билфредо Васкеса. Но при том, что оба они похожи в своей манере, отличается, несмотря на то, что старше на 5 лет противника, хорошим движением. Старается действовать точно по открытой голове. Потому что на корпус не так часто Канезалес обращает внимание. Однако, можно обратить внимание на то, что процент попаданий по открытой мишени у обоих примерно одинаковый. У Васкеса манера нетипично латиноамериканская. Он не утруждает себя обилием финтов, ложных движений. Он не очень любит танцевать на мысках. Ну вот, в отличие от концовки 12-го раунда, когда, как ему кажется, он бой выигрывает. И выманивает на себя противника. Людно встречать, как раз находясь в позиции для сильного удара. Вот это манера Билхреда Васкеса, от которой он довольно редко отступал. Он обладал очень приличным нокаутирующим ударом. Достаточно сказать, что в 56 победных боях 41 нокаут он зафиксировал. Но, правда, были ситуации, когда его ловили. На этом ловили боксера с более высокой скоростью. Такие, как, например, таяц Хаокор Гэлакси, который отобрал у него титул. Давлю Бейк в легчайшем весе выступал. Васкес и в этой весовой категории. Вообще он становился чемпионом в трех весах. Но тактику менять не хотел, так как она чаще всего приносила ему успех. Равно как и в этом бою. 116-115, 115-113. Двое судей высказались в его пользу. А третий, 116-114, в пользу Орландо Канисалеса. После этого боя за титул чемпиона мира больше Канисалес не дрался. Ну, а Вильфредо Васки, с которым боксировал до 42 лет, успеет еще стать чемпионом мира в полулегком весе. Ну, а сейчас мы вспомним, как отстаивал титул чемпиона мира в полулегком весе. Австралиев Джефф Феннек. 8 апреля 1989 года. Национальный теннисный центр в Мельбурне, Австралия. Принимает чемпионский бой по версии Всемирного боксерского совета. Маркос Вильяса.